СНОУБАЙК СМ-аппарат, несколько запчастей, которые собираются в одну конструкцию. Немного снегокат, немного снегоход и в чем-то даже мотоцикл. Это устройство кажется похоже на все и сразу, но на самом деле совершенно новый конструкторский ход. Проект под рабочим названием «Электросноубайк. Чудо инженерной мысли» Максима Гнедова. Есть электрический двигатель, который крутит гусеницу. Управление сильно упрощенное, как на электрическом велосипеде или как на самокате. Есть ручка газа, которую ты нажимаешь пальцем и чем сильнее нажимаешь, тем быстрее едешь. Он сейчас относительно неустойчивый, если сравнивать с классическим снегоходом. Это не что-то такое, когда ты комфортно сел и в 100 километров едешь и балдеешь на диване. Это такая спортивная версия, где можно где-то под веткой проехать, перетащить его. То есть она такая более легкая и меньше устойчивая. Сноубайк – это легкий электрический снегоход. Вот его ближайший аналог – снегокат на двигателе внутреннего сгорания. Он весит около 90 килограммов. Изобретение Максима Гнедова вдвое легче, да еще и удобно разбирается и помещается в багажник автомобиля. Портативный вариант для тех, кому надо сквозь снежные заносы быстро добраться до места назначения. Проходимость у него меньше, потому что у него гусеница уже. Но при этом за счет того, что мы сделали модуль гусеничный ниже, у него увеличивается длина. И, соответственно, длина пятна с грунтом, она тоже достаточно большая получается. Вот. И сейчас мы тестировали на рыхлом снегу где-то 50 сантиметров глубиной. Он тонет там в сантиметрах на 10 под моим весом, то есть это где-то там 75 килограмм плюс там снаряжение на 95. Вот. И дальше он то есть не тонет, ему площади хватает, чтобы проезжать спокойненько там со скоростью 20-25 километров в час. По замыслу автора такой аппарат пригодится почтальонам, которые доставляют корреспонденцию в отдаленные населенные пункты. Или даже специалистам МЧС, чтобы быть еще мобильнее. На сноубайки могут рассекать по городу полицейские, передвигаться охотники, причем абсолютно бесшумно. Проектом уже заинтересовались военные на столичной выставке «Мотоармия-2017». Внутри находится аккумулятор. Аккумулятор заряжается от обычной бытовой розетки, то есть, ну, как электрический велосипед или там электрический самокат. Вот. То есть одного заряда хватает на 30 километров сейчас. Но аккумулятор небольшой, то есть он весит немного, и можно его быстренько заменить в полевых условиях в течение пяти минут. Там в рюкзак положили, и получается, что еще плюс 30 километров можно проехать на втором заряде. По словам автора проекта, сноубайк не должен нигде застрять. Аппарат легко перетащить через препятствия. Единственный минус – стоять на железной платформе не очень удобно. В перспективе сделать резиновые вставки для того, чтобы не скользила обувь. Получили патент в рамках первого МИОКРа на использование мотор-колеса для вращения гусеницы. Обычно двигатели внешние используются, которые через цепи или через какой-то ремень, через какие-то элементы передачи, передают усилия на ведущий вал и крутят гусеницу. А мы использовали мотор-колесо, которое сразу крутит. И это позволило нам меньше места занять в конструкции всей. То есть сделать его максимально компактным и внутри пространства гусениц разместить аккумулятор и контроллер. Для того, чтобы на нем научиться ездить, нужно буквально 5-10 минут практики и какой-то вводный инструктаж от меня расскажу. И в целом дальше достаточно безопасно. То есть скорость у него, во-первых, 32 км в час. То есть это достаточно небольшая, но при этом, если там дети будут кататься, то, конечно, достаточно опасно. То есть мы можем ее ограничить, эту скорость. Вот. И второй момент – это у двигателя внутреннего загорания бывает, что там ручка заела, и он уехал, и вы не можете его догнать. То есть в электрическом такого нет, вы отпустили ручку, все, она практически останавливается. Для экстремалов немного медленно, для детей слишком быстро. Больше от сноубайка ждут практического применения в обычной жизни. Аппарат вместе с его создателем продолжают путешествовать по выставкам страны. Максим Гнедов тем временем совершенствует модель и параллельно ищет ответ на вопрос, а действительно ли его изобретение будет интересно не только ему одному.